Пятая игра сезона в клубе знатоков была посвящена Сергею Посаду, причем не просто городу, а городу в кино. Сергеев Посад манил к себе киношников, начиная с начала 20 века. Фильм «Светлый путь» с главной советской кинодивой Любовью Орловой снимали в Загорске. Большая часть сцен снята летом 1940 года. Декорации домика на Нижневке в разливе реки Кончуры, трапезные троицы Сергиевой Лавры в качестве общежития ткачих, панорамные виды на Лавру. По фильму «Светлый путь» знатокам Сергея Посада пришлось ответить сразу на несколько вопросов. Например, каким было рабочее название фильма? Клуб «Знатоки» – это интеллектуальная командная игра. Вечером в воскресенье игроки собираются в зале романа в царской деревне, чтобы блеснуть умом, интуицией или просто весело провести время. Краеведческая тема в клубе разыгрывается второй раз. Вопросы знатокам готовит Михаил Семенов, художник, урбанист, экскурсовод и коренной житель Сергея Посада, как он сам представляется. На игру Михаил подобрал и проработал 52 вопроса. Нужно задать так вопрос, чтобы в нем был ответ, чтобы человек, не зная, с помощью логики смог додумать, как правильный ответ. То есть вот в чем сложность. Вопросов можно дать очень много, например, в каком дате снялось кто-то, в какой дате построили это. Но дату никто не помнит, да? Поэтому нужно обязательно, допустим, сказать, в эту же дату было крещение Руси, например. И тогда люди поймут, а, ну тогда это вот что-то такое. То есть сложнее сформулировать, чем придумать. В 1968 году в нашем городе снимают начальную сцену для фильма «Братья Карамазовы». По фильму и книге персонаж Петр Меусов приезжает в монастырь, в Лавру, для встречи со старцем. Так как приезжают они к половине двенадцатого, то застали шапочный разбор. Внимание, вопрос. А что означает шапочный разбор? Минута. Шапочный разбор означает, что служба закончилась. При входе в церковь, в святую помещение, необходимо снимать головной убор и, соответственно, где-то оставлять его. А когда все закончилось и люд расходится, они разбирают свои шапки обратно и уходят со службы. А по сюжету книги персонаж на службу опоздал. То есть, когда он приехал, служба закончилась и все расходились. Вот на такие интересные вопросы отвечают знатоки. А еще гостей клуба спросили про фильм «Детство Темы», «Гонки по вертикали», «Черный мяч». Местом съемок этих картин или эпизодов был Загорск. Также знатокам пришлось подумать, почему жителей улицы Фаворского долгое время называли шпионами. Ответ тоже кроется в одном советском фильме. В осенне-зимнем сезоне знатокам осталось сыграть три игры. А к Новому году клуб в партнерстве с ТВР-24 готовит для игроков и зрителей праздничный эфир. 10 декабря сыграем телевизионную версию знатоков, которая будет показана 31 декабря. То есть, в канун Нового года элитарный клуб знатоки Сергеева Посада будут снова на телеэкранах. Насколько мне известно, даже 1 января будет эфир. Этот формат все очень ждут. Он очень всем полюбился и понравился. Потому что увидеть себя на телеэкранах в хорошем качестве, с интересной картинкой, с классным, действительно профессиональным монтажом. И еще и в соке игры знатоки. Но это просто, я считаю, наше достижение совместной работы с ТВР-24 и со знатоками. Поэтому я сам этого очень жду. Очень хочу съемку. И потом будем все вместе смотреть 31 декабря. Татьяна Колганова, Антон Коврижных. ТВР-24.